здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы с вами свяжем вот такой вот узорчик ажурный вот красивые очень очень хорошо смотрится на тонких нитках видите образец я связала именно на тонкой пряжи очень красиво смотрится нежненько совсем совсем по летнему вот и также для образца для образца мы набираем вернее набираем там и больше значит число петель у нас должно быть кратно 6 плюс 3 петли 1 петля для симметрии и 2 петли кромочные значит я набираю 12 петель это два раппорта и и 3 дополнительные петли первые два ряда это чулочная гладь то есть лицевые петли 1 1 ряд лицевыми петлями кромочная изнаночная и второй ряд изнаночными петлями третий ряд первую петлю снимаем вторую петлю провязываем лицевой далее из одной петли вывязываем 2 для этого продеваем спицу делаем такие вот так двойной такой захват провязываем то есть здесь у нас получается двойной как бы такой перекрутка спицы обмотка нитью 1 2 провязали 2 1 2 провязали 3 1 2 4 5 то есть пять раз мы так сделали 1 лицевая и снова то же самое 1 2 3 4 5 и 1 лицевая вот это есть наша дополнительная петля кромочная четвертый ряд изнаночный одну петлю снимаем 1 изнаночная накид накид вот смотрите я придерживаю пальцем всегда теперь что мы делаем мы распускаем как бы эти двойные скрутки просто переснимаем 455 петель мы сняли эти петель и теперь перед переодели их на левую спицу накид контролируем обязательно и теперь изнаночной мы их провязываем все пять вместе делаем накид как бы изнаночные тоже и еще раз провязываем то есть изнаночная петля накид вот изнаночная накид изнаночная и снимаем далее делаем обычный накид 1 изнаночная снова накид и снова мы снимаем 1 2 3 4 5 переснимаем на левую спицу то же самое здесь не теряем накид изнаночная накид изнаночная так еще один накид после этих провязок и изнаночная и кромочная пятый ряд все лицевые петли шестой ряд изнаночные петли седьмой ряд сейчас нам нужно в седьмом ряду мы делаем в принципе то же самое что мы и делали но только вот эти как бы стяжки у нас должны располагаться в шахматном порядке значит сейчас нам нужно сделать то же самое и расположить и в шахматном порядке то есть вот эта лицевая петля смотрим должна быть здесь по центру вот этой вот стяжки из трех петель вот а с по сторонам как бы должно быть вот эти пять петель но так как у нас здесь начало ряда смещено как бы то здесь у нас вот этой центральной есть три петли их мы и провязываем двойными как бы лицевыми 1 2 3 почему я так объясняю потому что у вас могут быть добавление убавления до петель чтобы вы просто ориентировочно ориентируемся на среднюю петлю вот этой вот скрутки здесь у нас должна быть лицевая вот она лицевая и далее у нас опять же 5 петель этих скруток то есть вот он начало нашего рапорта следующего а здесь у нас это начало и конец ряда вот таким вот образом по три петли а сам рапорт вот находится вот здесь вот по сути так лицевая 5 скруток один вернее 5 двойных лицевых 2 3 4 5 и лицевая вот она опять приходится на середину скруточки предыдущий это ориентировочно чтобы как ориентироваться в полотне здесь у нас три раз-два-три конец ряда начало и конец по 3 петли среди не вязания все по 5 как и обычно далее изнаночный ряд что мы делаем кромочную снимаем это 8 ряд накид теперь снимаем эти три петли наши и провязываем просто изнаночные 1 здесь мы не делаем и еще один накид то есть мы восстановили эти три петли далее изнаночный накид и далее уже идут вот эти наши скрутки по 5 петель изнаночная накид изнаночная изнаночная так здесь у нас есть накид здесь накид изнаночная накид 3 петли снимаем провязываем язык ли изнаночная накид и изнаночная вот и все девчонки далее повторяем с первого ряда то есть сейчас вяжем лицевыми петлями второй ряд изнаночными петлями то есть сейчас я уже вяжу сначала раппорта раппорт составляет у нас 8 рядов вот они наши скрутки которые размещены до будут шахматном порядке вот такой вот узор у нас получается по толку девчонки все вот и все вот и все она сегодня все девчоночки с вами была века школа рукоделия всем пока пока